Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но ещё и носитель духовного и нравственного начала. Они выполняют особую гражданскую миссию – воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторства лежат в основе каждой школы. Анжела Ирезбиева, учитель-преподаватель русского языка и литературы гимназии номер 3, поздравила всех учителей с профессиональным праздником, отметив, что работа преподавателя очень сложна и кропотлива. Но, тем не менее, это благородный труд и неоценимый вклад в развитие и воспитание молодого поколения. Работа учителя, работа педагога – это сложная и кропотливая работа, но, тем не менее, очень интересная, потому что мы имеем дело с детьми, а, как известно, дети – это цветы жизни. Они приносят нам радость, снабжают нас новой энергией, положительными эмоциями, и мы получаем массу положительных эмоций, работая с детьми. Но, конечно, в то же время это очень сложный, кропотливый труд, который требует много внимания, нервов, работы. Очень много бумажной волокиты, к сожалению, сейчас. Но, тем не менее, стараемся как-то работать согласованно с родителями, с детьми. У нас большая школа, огромное количество детей, и каждый класс заполнен. Например, у меня, 6-й Д-класс, 36 учащихся. Это огромное количество детей. Каждый ребенок индивидуален, у каждого свои особенности. И профессия учителя – раскрыть каждого ребенка. Каждому ребенку необходимо найти индивидуальный подход. В течение 45 минут мы должны найти подход каждому ребенку. Хотя бы минуточку уделить и сильному ребенку, и среднему, и славоуспевающему. Для этого мы специально готовим карточки, по которым они работают. Проводится индивидуальная работа у доски. У нас в школе все оснащено по последней моде, можно сказать. Прекрасные кабинеты оснащенные, проекторы, слайды. И тем самым мы пытаемся заинтересовать детей, вовлечь их в учебный процесс. Очень важно, что каждый педагог на своем уроке не только обучает, но и воспитывает. На своих уроках мы пытаемся воспитать в детях лучшие человеческие качества. Такие, как доброта, милосердие, уважение к старшим, любовь к природе и так далее. Очень много возникает вопросов между педагогами, что школа педагог должен только обучать. Я не согласна. Я считаю, что на своих уроках мы обязаны воспитывать этих детей. Я бы хотела, пользуясь случаем, поздравить весь педагогический коллектив нашей гимназии в лице нашего уважаемого директора Рязана Левкаевича. Хочу пожелать всем педагогам, не только нашей гимназии, но и всего педагогического состава города Хасавюрт, крепкого здоровья, терпения безмерного, безграничного. Хотела бы пожелать побольше послушных, прилежных учеников. И, конечно, немаловажно понимающих, заботливых родителей. Только согласие вот этих три союза ученик, учитель, родитель даст нам хорошие плодотворные плоды. Еще раз поздравляю всех педагогов от всей души. Всего самого наилучшего желаю. Выпускница 11 класса гимназии номер 3 Диана Газиева выступила с поздравлениями в адрес преподавательского состава, отметив неоценимый труд учителей и выразил благодарность коллективу преподавателей за вклад в свое развитие. В жизни каждого человека, конечно же, есть свои важные этапы, к которым относится обучение в школе. Я очень рада, что я учусь в этой школе с этими замечательными учителями, мастерами с большой буквы. Я очень рада, что они поддерживают нас всегда и везде. И я обрела в этой школе очень много друзей, за что я им тоже всем очень благодарна. От лица всех учеников, всех выпускников, я бы хотела поздравить своих замечательных учителей с вашим профессиональным праздником, Днем Учителя. Я желаю вам всего самого хорошего, терпения вам, мы вас очень любим. Мадина Абдулхаликова, мать трех воспитанников гимназии номер 3, в своем рассказе подчеркнула, что образовательный процесс является неотъемлемой частью не только школы, но и жизни каждого человека. Ведь те знания и то воспитание, которое получит ребенок в процессе обучения, он пронесет с собой через всю жизнь. Также отметил, что каждый родитель должен активно участвовать в развитии своего ребенка. Труд учителя, он очень сложный, многогранный. И я считаю, что родители, в первую очередь, не должны все сваливать на школу, на учителей. То есть есть такие родители, которые сформировали идеальный образ учителя, и все, учитель должен работать. Это, конечно же, не так, потому что процесс должен быть взаимный. Взаимный, то есть работает как учитель, так и родитель этого ребенка. То есть родитель должен непосредственно участие принимать в жизни своего ребенка, в образовании своего ребенка. И также не стоит забывать, что ребенок в школу уже приходит немного подготовленный, то есть той частью образования и воспитания, которую он уже получил в семье. А дальше, я считаю, что школа уже дополняет это все. В какой бы стране мы ни проживали, к педагогам стоит относиться с особым уважением. Ведь они вносят едва ли не самый большой вклад в развитие современного общества, в жизнь каждого из нас. Курбан Гереханов, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».